Математические ожидания И для нас играла роль, сколько карт нам подходит для построения победной комбинации Если мы знаем, что мы играем против, например, готового стрита Ну есть у человека туз, он его заявил в какой-то такой активной торговле до флопа Ну то есть в самом начале А у нас есть с вами каких-нибудь, там, две несчастных бубнушечки И нам девятка не помогает, потому что у него уже стрит Девятка придет, у нас будет стрит от короля дамы в лет 10-9 И наша возьмерка даже вообще не нужна Это понятно, да? И мы выиграем только, если придет бубна И тогда мы считаем с вами, что мы видим 8 карт, а в колоде их 52 Следовательно осталось 44 А бубен в колоде 9 13 минус 4 И наших там полезных нам карт, в этом множестве карт 9 штук Правильно? 9 бубнушек Они дадут нам выигрыш вот у этих тузов, которые уже образовали стрит И теперь мы смотрим, что же там в банке В банке стоит 1000 турнирных фишек или долларов, рублей, не важно И обладатель двух тузов делает ставку в этой позиции 200 И мы разбирали такую ситуацию, что если мы уравниваем 200 Ну мы просто рассматриваем выгоду или невыгоду от уравнивания или, например, паса И, например, если мы всегда будем в этой ситуации выбрасывать пас То мы, начиная с этой позиции, ничего не выиграем и ничего не проиграем То есть наше мат ожидания равно нулю Мат ожидания паса это ноль Теперь посмотрим, а что же будет, если мы будем платить эти 200 И выяснится, из 44 раза раздавали нам всегда разные карты Из этих 44 раз 9 раз будут приходить бубнушки Ну, по математике И 9 раз мы выиграем по 1200 Что будет, когда она придет? Будем считать, что такой умный у нас партнер Никогда нам не заплатят ни одной копейки, если мы купили Он знает точно, что мы покупаем бубну Вот положите в графу актив 9 умножить на 1200 Хотите на бумажке засчитать, хотите у меня, хотите попросите Игоря, он прекрасно считает 10-800 10-800 отнесли в тупичок и соскладировали Это наш актив Теперь давайте посчитаем пассив Если мы 9 из 44 раз покупали, то сколько раз мы не покупали? Игорь, помогите мне 35 35 раз мы не покупали бубну И, следовательно, лишались вот этих 200 То есть мы платим 200, приходит какая-то небубна Он опять ходит, у нас ничего нет, мы пас Сколько мы напишем в главу, в графу пассив? Это мы запишем 35 раз по 200 Игорь, сколько? 7000 Из тупичка с 10-800 отнесли 7000 назад В тупичке у нас еще осталось сколько? 3-800 3-800 это наша польза, наша прибыль В результате вот этих 44 действий, когда мы говорим кол То есть уравнять То есть очевидно, что плюс 3-800 лучше, чем 0 Когда мы просто выбрасываем в пасс И таким образом мы увидели, что у этого действия есть положительный мат ожидания То есть сколько, можно тоже посчитать Надо 3-800 разделить на 44 Получится там примерно 80 копеек Или 75, не важно Не копеек, а вот этих полновесных долларов То есть каждый наш ход, когда мы коллируем Приносит нам прибыль в размере 75 долларов Теперь посмотрим, что будет, если этот человек с тузами Дает ставку в 500 Все то же самое, все те же самые вероятности Та же самая позиция Мы 9 раз выиграем по 1500 13500, правильно? Ну я помножил 1500, контролер проверил, все правильно А 35 раз мы проиграем по 500 Это будет 17500 Но со знаком минус А туда мы заскладировали Сколько? 13500 Минус 4000 У нас дефицит баланса Дефицит платежного баланса То есть всего мы совершили 44 действия И в результате получили баланс минус 4000 Ну грубо получается, что мы каждое наше действие Это лишних 100 долларов То есть мы теряем 100 долларов в результате каждого нашего действия Около того там 95 Следовательно Более выгодным решением является пас При пасе мы ничего не проиграем А так проиграли 4000 На длинной дистанции И все зависит только лишь от величины этой ставки Поэтому вот эти действия Они как бы автоматически Вот человек, который идет За флешом, например, на последней карте Он знает, что у него примерно 20% Одна пятая Потому что 9 карт из 45 остались И он точно знает Что для того Тут даже не нужно точностью считать Все, что есть Он знает, что ему нужны шансы банка Такое есть понятие Которые в 4 раза лучше Больше, чем его ставка Точно так же, как 80% В 4 раза лучше, чем 20 Больше, чем 20 У нас 80% что не придет И 20% что придет Следовательно, платить нам должны Хотя бы в 4 раза больше, чем ставка Если он ставит И после этого получается Что совокупное Вот это множество денег в банке Меньше, чем в 4 раза Превышающую нашу ставку То нам надо Ставить А если больше, чем в 4 раза То надо выкидывать Ну, точнее, наоборот Если он все вместе Снова и с собой Непонятно Как у нас принято Сегодня говорить за столом Отсекли голову Насыпали И надо поспать Чтобы улеглось Не, на самом деле Конечно То, что мы с вами Сегодня здесь получим Это некоторые азы Которые дадут нам Правильную базу Для каких-то Дальнейших действий Но тут еще не надо забывать Что есть еще Обратно потенциальные шансы Например, если вы купите Какую-то карту Которая вам как бы усилит Ну, к примеру Вы, например Купили Скажем, свой флеш А у него было Не два туза А, например Туз, валет, бубновые То есть у него уже был Туз, валет, бубновые Но такой, который еще и имеет Ну, как бы на вырост То есть он еще может Превратиться во флеш И тогда вы проиграете Гораздо больше Чем если бы просто Выкинули Ну, вот поэтому Есть как бы потенциальные шансы И обратно потенциальные шансы Ну, вот этих материй Я вас уверяю Что люди, которые имеют Там 11 браслетов World Series of Poker То есть являются 11-кратными чемпионами мира Они тоже не могут До конца сосчитать Вообще игра в покер Устроена примерно таким образом Что если бы игра была на открытых Никто бы не делал ошибок Все бы играли Как компьютер Там Ну, просто Никто бы никогда Ничего бы не ошибался Но поскольку люди играют На закрытых картах И очень много Всяких обманных технологий Блеф там Или наоборот Скрытие хорошей карты Человеку пришло Все очень хорошо Он чек там Ну, притворяется Слабеньким Вот То Ошибки делают Абсолютно все Даже мастера Относительно Вот того Как было бы оптимально Сыграть Они играют неоптимально Вот И поэтому Покер заразителен Да Поэтому покер заразителен Раз Но тогда Выигрыш и проигрыш Измеряются разницы Между величиной Ошибки То есть Мастер наделал ошибок На 100 рублей А не Мастер на 1000 Да, пожалуйста Мы будем проходить Обманные комбинации? Конечно Обязательно А когда? На каком уроке? Мне надо посмотреть Свою вот эту Спаргалочку Я подготовил план По всем урокам Я боюсь Это может быть Моим единственным козырем Нет, почему? У нас будут уроки Блеф Полу блеф Провоцирование Блефа Полу блеф Да А что такое полу блеф? Забегая вперед Просто скажу Вот представьте Что Вот то же самое Мы ему кладем Два туза А у нас Вот такая вот карта Там, например Валет Бубновый, например Так, с восьмеркой Вот смотри Да Тузы переставлю Вот У человека Два туза Мы так ему и кладем Мы Там уверены Что у него Никакая Другая рука А именно Два туза Ну у нас Смотрите Какие возможности У нас есть Во-первых Валет Для образования Стрита То есть придет Туз или девятка Который дает нам Стрита Которого у него Пока еще нет А придет Бубна Нам дает Флеш И мы В этой ситуации Его просто Значительно Переставляем Вот И представьте Он там пошел Например Мы только что Проходили там Что он Пошел там Двести каких-нибудь А мы взяли И поставили Плюс банк То есть Двести И еще Тысяча двести Тысяча четыреста И он уже думает А что же мне делать Там может быть Три короля Три дамы Может быть Уже готовый Стрит есть Вот И даже если он Платит Например То он Следующий ход Уже не нападает Он говорит чек И мы получили Бесплатную карту То есть В этом заключается Смысл полублефа Что если придет Нам сразу То у нас уже Достаточно большой банк И мы продолжаем Атаковать А не придет Он сказал чек Мы тоже можем Сказать чек А у нас еще В арсенале Добавляется Такой прием Как блеф И там откроется Какая-нибудь Двойка Которая ничего Никому не дала Вот пришла Двоечка червовая Но я вам сразу скажу Что мы вот эти Наши стартовые уроки Задача сегодняшнего урока Просто показать Какие бывают И какая Есть разница В розыгрыше Этих рук Ну Например Причем По каждой отдельной руке Мы будем Потом специальным уроком Будем час заниматься Только тузами Час будем заниматься Только тузом Королем Для того Чтобы увидеть Разные нюансы То есть Я на самом деле Ставлю себе Такую сверхзадачу Чтобы вы После окончания Этих сорока уроков Могли бы зарабатывать Себе на жизнь То есть Обыгрывать Профессионалов И полупрофессионалов Вот так Потому что Не всегда У людей Есть такая Глубокая Математическая база Которую мы хотим Дать на этих уроках Очень много людей Играют по наите Очень много людей Играют На везение Очень много людей Когда я Например Когда-то Еще в старые времена Говорил Что русские Должны В покер Показывать Хорошие результаты В том числе И на мировой арене Я исходил из того Что Ну во-первых У нас Неплохая система Образования У нас обязательно Десятилетнее образование Что далеко не во всех Странах бывает И у нас Во всех Неважно какой ты курс Ты не можешь себе Выбрать курс Без математики То есть Элементарные основы Математики Включая алгебру Геометрию Тригонометрию Они есть в программе Средней школы Обязательно Вот Кроме того У нас Довольно Значительная часть Населения Получает высшее образование То есть Грубо говоря Средняя А люди Которые идут в покер Преимущественно Студенты Технических вузов Математики Мехмат МГУ МФТИ МИФИ Вот И в среднем Против американской Домохозяйки Я думаю У них есть Значительное преимущество Просто со старта Просто со старта Там Ну Притом Это разные деньги Например Студент Может себе Позволить Играть там В интернете Там например Доллар два И будет счастлив Если он будет В день зарабатывать Там например Сто долларов Три тысячи в месяц Нормально Для студента Правда? Американская домохозяйка Для меня тоже Американская домохозяйка Может себе позволить Играть доллар два Один раз в неделю Например И проигрывать там 200 долларов Тоже ничего страшного Ну и иногда Выиграть Но не принципиально Там подумаешь Шляпку не купила Или там что-то еще С учетом того Что То есть вы хотите Перестать быть Американской домохозяйкой И стать русским студентом Математиком Да? В моих мечтах Да Понятно Ах если бы ты была Американской домохозяйкой Ах Никого И хоть деньги Ну я предлагаю Немного еще Работать У нас до перекура Осталось Я думаю Минут Десять Двенадцать Я бы хотел Просто Пробежаться По Вот что нам дает Это знание Вот например У нас есть там Сила руки Два туза Как мы только что Проходили Имеют 85% На то Чтобы победить Любую другую руку Но если Например Два туза Начнут хитрить И зайдут Без рейза Без повышения ставки Банк Просто уравняют Предыдущую И будет в игре Участвовать Например Шесть человек То у двух тузов Меньше 50% Выиграть этот банк Потому что Против него Будут пять С других рук Играть И Два туза Скорее проиграют Чем выиграют Какой отсюда Можно сделать вывод Два туза И два короля И две дамы Надо разыгрывать Агрессивно Нужно стараться Сократить число Участник Блефануть Это не блефануть Это уже очень хорошая рука Блеф это когда ты ходишь А у тебя нету Хорошей карты Блеф это когда ты ставишь Большую ставку А у тебя какие-нибудь 4-2 Это блеф А на два туза Это не блеф Тогда большую ставку Ты ставишь большую ставку И ты Особенно Ты хочешь остаться С кем-нибудь одним Вот Чтобы у тебя был Один оппонент Два оппонента Уже Так себе Три уже совсем плохо Поэтому ты должен Изолировать Оппонента То есть Один Чтобы один человек У которого Самая хорошая карта Остался Вот против него У тебя будет 85% А если их останется Пятеро То у тебя меньше 50% Поэтому два туза Должны Заходить С рейзом А тем более Два короля Потому что Если У двух тузов Например 85% Против любой руки То у двух королей Например Если у кого-то есть Какой-нибудь туз Просто туз Ну с какой-то Случайной картой То Вероятность Того Что На стол Придет туз Не такая маленькая 30% Так Точнее 32% Вот Поэтому Двум королям Лучше сразу Вот эту руку Выбить И пусть она Не участвует В игре Чем она будет Иметь такое Хорошее Ожидание Ну как 30% А например Если у нас Две дамы В руке Две дамы Вместо двух королей То теперь Нам нужно Опасаться И туза И короля Какого-нибудь И любая Из этих двух карт Дает Дает проигрыш А вероятность Того что Туз или король Придет Уже 40% А не 30% То есть Двум дамам Еще надо Более активно Выбивать Из игры То есть Остаться С кем-нибудь Одним Потому что Если хотя бы Один из этих Двоих Выкинет У нее будет 30% Вместо 40% Не важно Какой Этот выкинет Или тот Вот Поэтому Идея Вот твоей руки Что если у тебя Есть какая-то Крупная пара Это Выбить всех Остаться С кем-то Одним Теперь еще Сильная игра Наша Будет Зависеть От позиции Вот Представьте Вы сидите С вашей Крупной Парой Тузы Или Короли Но вы Допустим Вам нужно Ходить Первый Вот этот Баттон Который Означает Сдающий Стоит Например Ну не знаю Вот у Виталия А вам Нужно Ходить Первый У вас Два Туза Если вы Сразу Дадите Много Ну наверное Все Испугаются И выкинут Вы ничего Не выиграете Выиграете Только Вот эти Изначальные Блайнды А вы На двух Тузах Хотите Выиграть Большой Банк Там Будем Изучать Специальные Такие Принципы Розыгрыша Приемы Что вы Например Сначала Если вы Самый Первый Вы просто Уравниваете И вы Надеетесь Что у Кого-то Придет Там Хорошая Карта И он Сделает Рейс Поставит Поставит Не 50 А там 150 Или 250 Вы точно Знаете Что если Вы останетесь С ним Один на Один У вас Будет 85 Процентов Поэтому В ответ На его 150 Вы ставите 800 Например Если он Пас То вам Уже Неплохо Потому что 25 50 Там 50 50 150 Это уже Все Ваше А если Он Например Уравнял 800 То вы С вероятностью 85 Процентов Выиграете У него Весь Его Стэк Потому что Он уже 800 Поставил Там У него Осталось 2-3 Тысячи Он Уже Привязан К банку Он Уже Треть Своего Имущества Отдал В этот Банк У него Очень Хорошая Карта Какая Или Два Короля Или Две Дамы Но У вас Лучше Инвестиции Что Вы С вероятностью 85 Процентов Удвоите Ваш Капитал А с вероятностью 15 Процентов Потеряете Вы же Хотите В банк Отнести Тысячу Долларов Что Либо Они Вдвойне Вам Заплатят И не На следующий Год А через Две Минуты С вероятностью 15 Процентов Жулики Окажутся Убегут Да То есть Вот А если Вы сидите Последний Например С двумя тузами То Конечно Вам Лучше То есть Они Ходят 50 50 Там Кто-то Там 150 Вы Рейс И все Кто-то Один Может быть Останется Если Не Останется Уже Хорошо А если Останется То У вас Против Него Есть 85 Процентов Теперь Смотрим Другие Руки Со Старшими Парами Понятно А теперь Представьте Что У вас Совсем Маленькая Парочка Какие Нибудь Несчастные Там Две Пятерки Основная Идея Вот Этой Руки Ну Вот Какой-нибудь Придет Флоп Ну Что Там Ну Вы Не Знаете Вот Не Туда Кладу Легли Какие-то Карты На Стол Туз Король Десять У вас Две Пятерки Ну Вам Страшно Есть Туз Есть Король Есть Дама Валет Которые Стрит Дадут Есть Десятка Есть Просто Пара Семерок Каких Него То Которые Вас Тоже Убивают Поэтому Идея Вот Такой Маленькой Парочки Это Как Можно Дешевле Зайти В банк Где Есть Много Народу Для Того Чтобы Когда Придет На Стол Пятерка Например То У вас Будет Очень Сильная Комбинация Три Пятерки И Вы Побьете Любого Туза Любую Десятку Любых Там Двух Королей Вот Но Поскольку Пятерка Это Будет Приходить Не Каждый Раз А Только Лишь С вероятностью Примерно Там И Забыл Надо Посчитать Нет Она Будет Приходить Первой Карты Одна Двадцать Четвертая Второй И так Далее То есть Примерно Двенадцать С половиной Процентов Что вы Увидите На столе Пятерку То есть Каждую Седьмую Раздачу Вы Будете Ловить Своего Вот Этого Сыта Вот Поэтому Основная Идея Дешевле Зайти И когда Шесть раз Не придет И шесть раз Вы вот Эту дешевую Ставку Выкинете И забудете Один раз Вы выиграете И окупите Расходы Вот на эти Шесть раз Когда не Пришло Вот Поэтому Когда я Буду Двумя Пятерками Я буду Играть По-разному Если я Сижу Первый Я Выкину В пас Потому Что Я не знаю Может быть Кто-то сидящий За мной Поднимет И дешево Мне не получится Посмотреть А если Я буду сидеть Последний И все Кол 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 Я с удовольствием Заплачу Потому что Мне нужно Чтобы их было Хотя бы Пять Шесть человек Потому что Мне же надо Семь к одному Чтобы платили То есть Когда придет Моя пятерочка Я В семь раз Больше Чем ставлю Получу Ну не придет Я выкину Буду считать Что это Такая моя Рабочая инвестиция На следующий раз Опять заплачу Когда-то придет Вот Но Я буду смотреть Именно по позиции Я буду смотреть Допустим Если сидит Какой-нибудь Там Ну не знаю Пьяный человек Или очень агрессивный И он всегда Дает рейс Ну Десять раз Из десяти Он ставил рейс И я опять Сижу на первой позиции Он на последней Ну наверное Опять сделает рейс Да Че если он Десять перед этим Ставил И не важно Может быть у него Плохая карта Но зато Может быть у других Хороший Может быть я не один Кто ждет от него Рейса Поэтому Я с двумя тузами Скажу кол С тем что Когда он Поставит рейс Я сделаю рейс И заберу у него Его стэк С вероятностью Восемьдесят пять Процентов Две пятерки Я выброшу А если я буду В хорошей позиции Я заколирую И буду ждать пятерку В этом разница И скажем То же самое Относится К таким рукам Рукам Вернее Извините Как одномастные связки Вот эти карты Такие Как мы рассматривали Типа там Восемь девять Какие-нибудь Одномастные Семь шесть Одномастные Вот Я тоже буду Разыгрывать В хорошей позиции И при большом Количестве Участников Вот А если я Даже В хорошей позиции Сижу Ну например Кто-то дал Один А все остальные Пас Я скорее выкину Потому что Если придет Мой там Стрит Или флеш То он просто Мне не окупит Моих затрат Когда остался В игре Один человек Мне нужно Рассчитывать Что я не только Куплю Ну и заставлю Его там Три-четыре раза Платить Мне А так Скорее всего Я дам Он выкинет То есть Если мне пришло У него ничего нет То есть Мне надо Какую-то Особую ситуацию Ждать Когда и ему Пришло И мне И еще Он меня Перекупить Не может Вот Поэтому Идея Различных Стартовых рук В различном Розыске Каких-то На хороших Руках На вот этих Крупных парах Вы хотите Изолировать Оппонента Остаться с ним Один на один И иметь против него Вот это статистическое Математическое преимущество На каких-то руках Вот если взять Любую руку Вот допустим 7-9 То практически Ну не знаю Там пол колоды рук Которые старше Вот возьмите Любые Туз-10 Король-Валет Там-дама-10 На чем человек может зайти Бросить на стол У него будет лучше Но зато У меня если придет То я могу Забрать Ну как бы Весь стол Поэтому мне нужно Но придет Это не очень часто Поэтому мне нужно Заходить дешевле И нужно много Оппонентов Что касается Позиции Например Сразу могу сказать Вот вы пришли За стол И не знаете Куда вам сесть Есть 2-3 Свободных места Вот вы куда сядете Вы понятно Сядете рядом С красивым мужчиной Наверное Чтобы разговаривать С ним Но я имею ввиду С точки Когда вы станете Покерным профессионалом По каким признакам Вы будете выбирать Себе место За столом Ау Самый хитрый игрок Лицо хитрое Лицо хитрое Не с очками С очками Точно с очками Да Это точно так же Одного эксперта Спрашивали На столе Блэк Джек Какое самое выгодное место Он говорит Если вы играете В Рио То самое выгодное место Это там Где видны девушки Из бар На самом деле Конечно В покере В покере важно В покере Самый правильный совет Это садиться За деньгами Вот видишь Самый большой стек Садись Почему Очень просто Все объясняется Если у человека Много денег Первый вариант Он может быть Просто Такой агрессивный Лузовый игрок Все время Заходит Тут раз Мы уже сказали Лузовый То есть есть Луз Это и тайт Это две противоположные вещи Тайт Это избирательное отношение К карте Хожу только на хорошие Луз Это хожу почти в каждый банк Хочу поучаствовать На любой почти карте Так вот Если человек Накопил большой стек Он скорее всего Агрессивный лузовый игрок Часто заходит И ему просто повезло И тогда у нас есть Против него Определенные тактики Когда он будет повышать Мы будем ждать хорошую карту И еще раз повышать После него Изолировать его И с вероятностью 85% Выиграть его стек Потому что он не выбрасывает А если он Не случайно набил этих денег А он крепкий профессионал То у нас тоже Очень выгодная позиция За ним Потому что он играет На хорошей карте Он не ходит Сомнительные комбинации И когда он сделал Рейс там какой-нибудь Мы быстренько выкинули И избавились Потому что если бы мы сидели Например Справа от него То мы бы смотрим У нас там какая-то карта Там 7-9 Ну давай Кол И тут вдруг этот парень Рейс Нам приходится выбрасывать А так мы заранее До того как принимаем решение Знаем какие действия Предпримет этот профессионал Которого мы опасаемся Поэтому Самая выгодная Позиция За деньгами Ну и точно так же Например Наша позиция за столом Чем ближе мы сидим К этому баттону То есть если он Если я первый сижу Я вообще захожу на хорошие Такие руки как Туз-10 например На полном столе Где здесь человек Я могу выкинуть Ну что вот я зайду Там свои 5 долларов Или 10 долларов Поставлю на Туз-10 Оттуда придет Рейс 50 Что мне делать Я Ну что мне делать Я просто не знаю Если я заколирую Эти 50 Я всю сдачу Буду сидеть против него В невыгодной позиции То есть я всегда буду ходить первый Ну например Пришел на стол Туз Вот я хожу на Туз-10 На своих Какую карту я хочу Увидеть на столе Ну наверное я хочу Увидеть Туза Но я даже увижу Вот так у меня эти Туз-10 А на стол придет Какой-нибудь Там не знаю Туз-3 валет И я всегда не знаю Я старше или младше Может быть у него Туз-король Туз-дама Туз-валет Там два валета Ну то есть я не уверен В силе своей руки И всегда должен ходить первый Я скажу чек Он поставит банк Там 100 Я опять не знаю Может быть я сильнее Может у него две дамы Но у меня плохая позиция Поэтому я Такую руку Даст мне сомнения В дальнейшем Я лучше выкину И она На хорошей позиции Если я сам на батоне И все зашли колом Я сыграю рейс Потому что Они зашли колом И я надеюсь Что у них нету Туза, короля, дамы Или двух валетов Потому что Они с этими картами Должны поднимать Так что Ну не знаю Может быть Отдохнем Поиграем И встретимся На следующем уроке Я сейчас вам скажу В следующем уроке Мы будем разбирать Как раз Типы игроков То, что мы вот сейчас Начали говорить Мы разберем То есть Какие бывают Типы игроков И какие мы будем Против них Применять Специальные техники Окей? Психологический урок Да Да Спасибо.